Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире телеканала Архейс 24, очередной выпуск поэтической программы «Стихия». Безумно рад вас видеть у ваших телеэкранов и подготовил для вас много нового и интересного. Ну, этот выпуск мы посвящаем нашей традиционной рубрике «Поэтический календарь». Ну, дат действительно на этой неделе было много, но мы будем вертеться около одной основной даты, и весь наш выпуск будет посвящен именно этой дате. 21 марта — это день, Всемирный день поэзии. И я решил эту передачу посвятить такому кругосветному поэтическому путешествию. Я выбрал интересных поэтов-авторов, на мой взгляд, с разных стран и разных частей мира, творчеством которых я хотел бы сегодня с вами поделиться и ознаменовать приход вот этого Великого дня, Всемирного дня поэзии 21 марта. Итак, первое имя, первый поэт, большое открытие для меня — это французский писатель-поэт Мишель Уэльбек. Это лауреат премии «Ноябрь» за роман «Элементарные частицы» и Гонкуровской премии за роман «Карта и территория». Ну, помимо того, что он является известным писателем, он является очень хорошим лириком и поэтом. И сегодня я хотел бы прочитать одно из его произведений, которое называется «Природа». Я не завидую восторженным кретинам, в экстазе млеющим над норками зверей. Природа сумрачно, скучна и нелюдима. Ни символ, ни намек не зашифрован в ней. Приятно за рулем, котя на Мерседесе, пейзажи созерцать и смену панорам, и скорости менять, и ощущать в процессе, что реки, горы, все, весь мир подвластен вам. Скользит под солнцем лес, он тянется в ущелье, в нем древних знаний свод, как будто заключен, в нем чары тайные, как будто уцелели, проходит час-другой, и разум усыплен. И вы выходите, прощай покой, еще бы, вы спотыкаетесь, кругом полно корней, какой-то дряни, мух и гнусная чащоба, абсурдный, чуждый мир, колючек, змей, камней. Вам хочется туда, где выхлопные газы, заправки, паркинги и барной стойки блеск. Но поздно, холодно, стемнело как-то сразу, вас в свой жестокий сон затягивает лес. Ну, тут в наших чувствах мы не похожи с этим автором. Я, например, наоборот, спокойнее себя чувствую всегда на природе, в горах, но никак не среди выхлопных газов, заправок и паркингов. Ну, интересный автор вообще, когда я готовил материал для нашей сегодняшней программы, это мне показалось очень интересным, когда ты изучаешь авторов из разных стран, из разных частей мира, и ты понимаешь, что, в принципе, всех нас объединят одинаковые, единые чувства, единые переживания, эмоции, но при этом у каждого автора, у каждой страны есть какие-то неповторимые черты, и вы в этом убедитесь. И сегодня уникальный шанс просто проникнуть в душу этих авторов, впитавших в себя вот эту атмосферу, обстановку их стран, их регионов, в которых они находятся. Следующий автор – крупнейший шведский поэт 20 века, лауреат Нобелевской премии по литературе за 2011 год Тумас Йоста Транстремер. Перевод Прокопьева, стихотворение «Камни». Камни, которые мы кидали, я слышу отчетливо, как они падают прозрачным стеклом через годы, в долине растерянно мечется то, что сделано в эту минуту, крича от верхушки кроны к верхушке, замолкая в воздухе более разреженном, чем сиюминутный, скользя, как ласточка от вершины горы к вершине, пока не достигнет того плоскогорья, что на самом краю у самых границ бытия. Там падают все наши поступки, прозрачные, как стекло, туда, где нет иного дна, кроме нас самих». Такие вот необычные мысли шведского автора в переводе Прокопьева. Следующая героиня нашей сегодняшней программы теперь мы переносимся в Китай. Китайская поэтесса Шутин, псевдоним Гун Паюй. Очень интересное стихотворение, это ее самое известное произведение, называется «К дубу». Я видел несколько вариантов переводов в интернете и вот наткнулся именно на перевод Климовой, Галины Климовой, и мне очень понравился именно этот перевод, именно эта версия, поэтому его я вам и зачитаю. «К дубу». Если я тебя полюблю, то не как лиана ползучая, возомнив о себе по случаю в вышине твоих веток. Если я тебя полюблю, то не песенной страстью птицы, тенью кроны твоей успевшей прельститься, и уж вовсе не так, как родник. Утешные воды, с прохладцей несущей сквозь годы, и уж вовсе не так, как скалистый пик, утверждавший себя как величие природы, но взамен он возьмет твой внушительный вид. Если полюблю, то совсем, как солнечный полдень, как дождик, который весну удивит. Но нет, мне и этого мало. Я бы пушинкой над тобой летала, или рядом встала почти близнец. Корни твои глубоко в земле, а листья просятся в облака. Но если злой ветер издалека, пусть побоится биения наших сердец. И никто, никто из людей еще не разбирает наши слова. Твои из железа ветки очень крепки, они как меч или как нож. Они как клевец боевой, их не трожь. А мои цветы крупные и красные, похожи на вздохи разные и на факельные огни. Мы выстоим бури, зимы и грозы, мы выпьем на равных горчайшие росы, ветромед и радуги семицвет. Мы навечно одни, и друг друга опора до конца наших лет. Это и есть величайшая в жизни любовь, это я твердо знаю. Любовь не только твой образ, великий и имя, но и место твое. Та земля, в которую до смерти ты корнями вцепился своей. Ну, азиатская поэзия сразу видна. Это особая философия, особое мышление, особые образы. Всегда азиатская поэзия выделяется на фоне других. Переносимся в США. Американская поэтесса Гертруда Шнакерберг. Стихотворение «Пресс-Папье» в переводе Марины Бородицкой. «Пресс-Папье». В стеклянном «Пресс-Папье» царит уют. Там снег и домик, и в окне огонь. И муж с женою чай на кухне пьют, смеясь чему-то. Я беру в ладонь тяжелый шар, и снег идет, и снег нас разделяет. Вот что значит «врось». В одном и то же платье целый век, и с той же чашкой время льется сквозь прозрачный мир, как этот снегопад. Любовь застыла. Вправду ли жене так весело и бестревожен взгляд мужчины? В освещенной глубине они смеются, попивая чай, и мы от них не отрываем глаз. А там стекла, касаясь невзначай, заснеженная ночь глядит на нас. На шарик света, брошенный в снегу, та ночь непостижима для ума. Но я о ней не думать не могу, и в мыслях, и в руке моей зима. Интересный наблюдение, интересные мысли Гертруда Шнакерберг, прекрасные американские поэтессы. Снова Азия, мы переносимся в Корею, Южную Корею. Знаменитый корейский поэт Ким Саволь. «Зов души» в переводе Ярославцевой. Имя любимое, что так знаменито, Ныне от слуха людского сокрыто. Отклика нет, сколь ее не завитое, Имя, что будет, вот-вот позабыто, я называю. Слово, что в любящем сердце лелею, Произнести не умею, не смею, Милой оно предназначено, Милой, чье имя утрачено. Солнце закатное, темно-багрово, Скорбная страстность оленьего рева, Стоя один на горе отдаленной, Имя прекрасное снова и снова я называю. Зовом тоскою я обессилен, Зовом тоскою я обессилен, Голос призывный мой слаб, хоть и внятен, Слишком простор для него необъятен. Так постепенно я онемею, Стоя на месте окаменею, Статуя ей предназначена, Милой, чье имя утрачено. Вот такое вот сегодня поэтическое путешествие по разным частям мира, По разным странам. Согласитесь, это очень интересно, увлекательно, Когда ты действительно мысленно переносишься в души, В образы разных обществ, разных поэтов и разных государств. Это уникальное чувство. Британия, Великобритания, замечательная поэтесса, Писательница британская, шотландская, писательница Джеки Кейс В. Еще ее называют как Джеки Кей. Все не так. Сегодня все, а не только кое-что идет не так. У машины спустило колесо, и в город не попасть вовек. Обе лампы в спальне перегорают одновременно, На кухне пожелтел потолок, будто поработал маляр безымянный. Кровать покосилась, просто не рвутся под грохот грома. Соседские собаки лают так, что дрожит оконная рама. Черт бы их взял. По каместе я беру из холодильника пиво, Мышью трусит по полу мой страх. Даю слово. Он именно движется, причем быстро. Странно все это. С самого начала я бледнею, спрашиваю себя. Так оно и бывает. Одиночество, грусть и подушку силой взбиваю. Конечно, хотелось бы эти произведения почитать в оригинале, не в переводе. Но, к сожалению, пока языковые барьеры не позволят этого сделать. Но хоть так мы можем прикоснуться к творчеству этих международных авторов. А теперь мы переносимся в совсем другую сторону света. Это Алжир, африканская поэзия. Прекрасная алжирская поэтесса Надия Гендуз. Стихотворение так и называется. Алжир. Мне оно понравилось, потому что оно полно любви к своей родине, переживания за ее трагическую историю и надежды на светлое будущее. Алжир. Я видела камни твои, я видела землю твою, и горы твои, и долины, и снег, и весну. Я видела, как пробивались ростки и становились колоссиями. Видела, как в январе расцветало миндальное дерево. Видела, как извивалась колючая проволока, напоминая о том, что было вчера, но в оливковых рощах издалека мне кивали деревья. Но в песне ветра мне слышался шорох листвы. Алжир, навсегда я твоя. Вчера твою землю кровь обогряла, сегодня детям твоим принесла я оливы. Вчера на земле твои корчились в муках тела, сегодня над теми, кто пал, наливаются соком колоссий. Вчера свои черные зерна сеяла смерть, но сегодня посеяны зерна другие. Они не из стали, не из свинца, и дети знают об этом. В земле твоей мертвые спят, деревья в оливковых рощах залиты солнечным светом. Такое вот стихотворение из прекрасного Алжира. Ну, читая эти стихи, хочется пожелать всем странам, всем народам нашего прекрасного мира, нашей прекрасной планеты, действительно, процветания, спокойствия, чтобы война больше нигде, нигде не появлялась, не разрушала мирную жизнь простых людей. И хочется, чтобы люди больше прислушивались к своим поэтам, изучали поэзию не только своей страны, своего народа, но вот так иногда обращались к международной литературе, потому что в ней содержится самый главный посыл, что все мы люди, у нас у всех одинаковые ценности, все мы хотим одного — добра, любви и, конечно же, мира. Вот такие вот стихи были у нас в преддверии Всемирного дня поэзии. Я еще раз хочу поздравить вас, дорогие зрители, пусть поэзия никогда не покидает ваши сердца и согревает ваши души мудростью и вдохновением. Это была программа «Стихия» — вот такой вот поэтический экскурс. Увидимся на следующей неделе в это же самое время на телеканале «Архейс-24». Всем до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok